Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая. Я вот сейчас, как всегда, села на краешек бассейна, чтобы спокойно, все подробно и очень-очень досконально поговорить, рассказать о подкормках томатов в открытом грунте. Это сейчас вот после высадки в грунт самая-самая, я считаю, наиважнейшая тема. Самая наиважнейшая не потому, что вы можете упустить какую-то подкормку и чем-то, ну, короче, не докормить, а наиважнейшая тем, что наоборот кое-кто из вас, если вы только начинаете свою вот огородную историю, может натолкать такого всего томатом, что они будут не рады вообще, что они живут у вас на участке. Про подкормки нужно с самого начала понимать. Я вот еще раз повторю, я уже всем надоела, но еще раз повторю, пусть меня называют нудный какой-то, дотошный. Вы должны понимать, что золотое правило подкормки – это лучше не докормить, чем перекормить. Лучше пропустить какую-то подкормку и сделать, и не сделать ее. Пусть у вас будет поменьше урожай, чем перепичкать томаты, и потом вы не будете знать, от чего они начинают засыхать, желтеть, скрючиваться. Это самое страшное, вот это, я уже говорила, не увлекайтесь агрохимией, не увлекайтесь различными средствами. И чередовать через день, да каждый день, да много-много. Сейчас я расскажу вам, как определить. Ну, во-первых, вам нужно сразу научиться самостоятельно определять, нужна ли подкормка вашим томатам. И если у вас, ну, нет видимых вот таких причин ослабленности, если растения зеленые, здоровые, вот у меня они уже завязываются, плоды, оставьте их, пожалуйста, в покое. Значит, подкормка им не нужна. Я расскажу, что я делаю в таких случаях, и что делать в случаях, когда растения вот такие, вот, как я уже говорила, хилые, дохлые. Ведь даже в одном огороде, и возможно, даже на одной грядке, возможны разные варианты. И тут нельзя всех мерить под одну гребенку, налить вот один опрыскиватель, и пошли-пошли всех обрабатывать. Или навести бочку, и пошли-пошли всех поливать. Тут нужен индивидуальный подход к каждой группе растений. Все они выглядят у нас по-разному. И вот, если вы увидели в каком-то ролике, что люди говорят, первая подкормка в открытом грунте должна быть такая-такая, фосфорно-калийная, не нужно добавлять калия, азота, можете испортить томаты, все. Эти слова подходят только тем, у кого ситуация идентичная с ситуацией автора, который это говорит. А может быть, вам азот необходим, может быть, вам не нужна вот эта вот фосфорно-калийная подкормка, может быть, вы внесли уже ее в грунт. Поэтому я еще раз говорю, тут все индивидуально. Вот сейчас на моем примере рассмотрим частный случай, и я расскажу вам, как определять, какая подкормка должна быть первая. И как разделять их. Они ведь, вы видите, что они совсем друг другу не товарищи. Что нужно одним, то, возможно, повредит другим. Начинаем осматривать. Для того, чтобы определить, что нужно этим растениям, вы просто спокойно подойдите. Например, вот у меня грядка подошла, я смотрю. Листья зеленые, мясистые, здоровые. Цветет хорошо, завязываются плоды. Внешний вид, хоть они и пережили мороз, они как бы благоухают здоровьем. Видно, что они не слабые, не ослабленные. Явных признаков ослабленности нет. Хилыми их не назовешь. Значит, вот для этой грядки, и именно для этого случая, подходит тот вариант, когда говорят, что азот им не нужен ни в коем случае. Здесь нужна, ну вот, например, весной первая подкормка должна быть фосфорно-калийная. Но тут я опять должна вспомнить, не укладывала ли я в лунку фосфор и калий. Потому что, возможно, я добавляла суперфосфат. Ну, я про вас говорю, возможно, вы добавляли суперфосфат. Возможно, вы или осенью, или весной вот такое фосфорно-калийное удобрение добавляли. Тогда и эта подкормка вам будет лишней. Это все мы определяем, исходя из частного вот этого случая. Если осенью фосфорно-калийные добавлены, или весной, если здоровые зеленые растения, то первой подкормкой, возможно, будет просто опрыскивание вот этим, ну, например, комплексом микроэлементов, которые я делала в теплице. И так как уже они вот цветут и завязываются, то тут, возможно, еще через несколько дней, через недельку, нужно сделать подкормку бором. Потому что бором, вы знаете, что он отопадание вот этих вот завязей, чтобы побольше завязывалось, чтобы восстанавливались вот эти новые точки роста, чтобы дыхание в корневой системе улучшалось. Ну, все-все-все, о чем я говорила про борное опрыскивание. Я, чтобы вот после этого видео не возникало вопроса, как делать борное опрыскивание, как делать опрыскивание вот этим комплексом микроэлементов. Я сейчас все ссылки к описанию к этому видео дам. Все, вот с этими друзьями мы разобрались. Чувствуют себя хорошо. Ничего, азота им не нужно, фосфора, калия им не нужно. Только делаем микроэлемент. Второй вариант. Если бы здесь не было заложено фосфорно-калийных удобрений, тогда, возможно, первая подкормка должна была быть бы или монофосфатом калия опрыскивания, или полив, вытяжкой из суперфосфата. Все это есть на канале. Вытяжку из суперфосфата я делала в теплице, подкармливала томаты. Ссылку тоже дам. Дальше. Вот эта грядка у нас по такому сценарию должна подкармливаться. Идем к той грядке, которая как бы хилая и как бы такая, ну совсем другая. Вот видите, я уже говорила, что если листья желтые, они пересидели в лотке, им не хватало питания, это явный налицо недостаток азота, то здесь уже слова вот того человека, который, ну как я говорила, что, говорят, что азот весной не надо, нужно только фосфор и калий, то тут, до того, как внести фосфор и калий, возможно, еще нужны азотные удобрения. Но так как есть сейчас у нас возможность снести это все вместе, я вот говорила утром, что я сделала подкормку, я сделала подкормку вот этим натуральным удобрением черным, я показывала уже его, где есть и азот, и фосфор, и калий. Здесь азот в большой концентрации, то есть, видите, он больше, чем фосфор и чем калий. И именно это удобрение я выбрала для того, чтобы исправить ситуацию вот с этим азотным голоданием. Я разводила на бочку, тут инструкция очень подробная, тут 0,25 стакана на сколько-то там, ну короче, я высчитала, я все села, столбиком посчитала, у меня получилось 5 стаканов 200-граммовых на бочку, 200 литров, развела все это, и поливом, вот хорошо, что я говорила, что вот этот дождь полил, почва увлажненная, и я прям поливом вот сюда, я даже не отмеряла этими, как сказать, дозировочными вот такими, не ковшиками, не баночками, просто взяла лейку, так пошла по ряду, поливаю, поливаю, там сколько, вот на 5-6 кустиков, главное, чтобы хоть какой-то процент калия, ой, фу, азота сюда попал, но и одновременно и калий, и фосфор попал. И вот сейчас, когда я подожду, немножко они выправятся, через неделю, дней через 10, тогда я уже подойду и буду делать дальше им диагностику, какая же подкормка будет следующей после этого. Ясно, что им сейчас вот борное опрыскивание, им еще и ни к чему, у них ладом и листиков нету, у них еще и бутончики не цветут, некоторые вообще в таком, ну в очень плачевном состоянии, потому что тут у нас и град, и буря были, все повезло только вот этим, потому что они не подвержены влияниям вот таких погодных условий плохих. Вот я не буду, конечно, по всему огороду ходить, но я скажу вам, что у меня в одном огороде бывают 5 или 6 ситуаций, где нужно применить разные. Вот сейчас в теплице я делаю одну подкормку, здесь просто опрыскивание микроэлементами, здесь совсем другую, после микроэлементов можно бором сбрызнуть. Тут нужно сначала из хиликов сделать здоровяков, то есть тут с применением азота. Азот не обязательно вот таким жидким, как у меня, черным удобрением. Можно, люди применяют и настой коровика, и настой куриного помета, не настоя, просто вот это, ну разводят и поливают. И всякие различные, когда уж сильно такой случай запущенный, вот как у меня желтые-желтые листья, но нет ничего под руками, можно развести мочевину, одну столовую ложку на ведро воды. Это старинный, вот давно используемый метод, который очень быстро стимулирует растения на наращивание зеленой массы. Вот у этих томатов, им надо сначала массу зеленую нарастить, а потом уже говорить о других подкормках. Короче, вот смотрите, я провела вот так вот осмотр и решила, что этим требуется азот в первую очередь. Потом мы уже будем и фосфор и калий думать, и потом уже будет и борная кислота, и все на свете. А вот этим, если у вас нет времени, можно было бы и ничего не делать. У них и так все хорошо. Они цветут, они завязываются. И это я уж так, комплекс микроэлементов, просто что из огромной любви к ним, просто как побаловать их десертом. А можно было бы обойтись вообще без подкормок. Вот это такое видео, из которого вы должны понять, что все неоднозначно, нельзя вот так взять и весь огород, например, или полить одним средством, или опрыскать одним средством. Вот, конечно, если вы азотосодержащим вот эти польете, тут будет жирование. А если этим дадите вместо азота, как вот наоборот, вместо азота дадите подкормку вот этих, опрыскивания микроэлементами, там вы ничего ими не исправите. Они как слонодробина. Очень обдуманно нужно выбирать и первую подкормку, и вторую, и третью. А самое главное, соблюдать правила подкормок. Я сейчас отдельно расскажу в отдельном видео, как делать подкормки, когда подкормки самые действенные, как в крайних случаях, какую выбрать лучше, корневую или листовую, это тоже. Ну, это нюансов много, но разобраться очень легко. Вы один, два раза вот так вот, сделав диагностику самостоятельную, вы поймете, что вы угадали. Когда вы угадаете, например, правильно определите, вы уже в следующий раз будете знать, что в тот раз я сделала так, значит, в этот раз тоже сделаю правильно. Все это приходит с опытом, нарабатывается. Иногда бывают и ошибки. Но самое главное, соблюдать правила подкормок, чтобы не сжечь вот эти молодые, юные листики, чтобы не сжечь корешки. Обо всем сейчас расскажу.